Добрый вечер. Я не знаю, на каком я пляже, он безымянный для меня. И приехал сегодня сюда, дабы по просьбе Андрея показать вам, я правда не знаю, какое именно место, где была, или текла, или течет, я не знаю, канализация. Надо провести следственный эксперимент. Внутри какие-то факты и расследуют. Вот такая волна, я не знаю, волна, действительно классная. Поднимается штормик потихонечку. Саперы уже достали свои, вот эти вот металлоискатели. А я все-таки попал под волну. Воли дивизию, я же не хотел этого делать. Ну, что делать. Знать, судьба у меня такая. Море теплое. Тапки ступи соскальзывают. А я иду искать это место. Видел я его тоже на ролике. И судя по всему, оно должно быть где-то здесь. Пока немножечко красоты. Так, ну, судя по тому. Нет, хотя это не то место. Там было как-то так внутри. Какая-то арка была. И сказали, в районе ЖД вокзала. Ну, здесь вот вижу, вот тут кабинетур. Ну, явно, что отсюда вытекает вода. Что могу сказать? На канализацию-то не похоже. Это, скорее, источные воды. Вот с улиц, которые, да, они явно не чистые, не белые и не пушистые. Где-то, ну, сами понимаете, грязь с улицы. Запаха неприятного я не ощущаю. Но, мне кажется, все-таки я нашел совсем не то, что я должен был найти. Потому что там была арка такая. Хотя речь шла о ЖД вокзале. Подождите, вот он, ЖД вокзал. Вот он где-то здесь как раз и находится. Дальше там, вплоть до морской звезды, ничего подобного нет. Только вот это вот место. Я, конечно, приду, сравню его с роликом. Ну, давайте пойдемся дальше еще. По пляжу морской бриз. Поищем где. На том видео, которое вот мне прислал Андрей, там непонятно было, где эта арка. Вот он пляж, кстати, пока вам поснимаю. Вот было что-то, ну, не такое прям, но бетонное. И в нем была такая арочка. Не вижу. Пойду чуть-чуть дальше. Заодно ищу тут те объекты, которые у меня не доходило обычно. До Красного Причала можно будет дойти смело, я так думаю. Камеру, естественно, не выключаю. Все снимается на одном кадре. Вот-вот того места, где я был и вплоть до Красного Причала. Купаются. Купаются, но немногие. Парни, вон, играют на гитарах. Мне уже жарко. Вот так вот. Вот до Шкулинина что-то поют. Эту песню пели, но я еще сослужився бог знает какие года. Девяностые. Итак, я вот даже дошел до вара Пират. Конечно же, это будет отдельный ролик, когда я пойду там, по набережной. А-то нет, 100 комментариев не было. В вечернее время точно пойду. Все, обиделся. Но здесь я более не нашел ничего, ребят. Там дальше уже центральный пляж, уже Сверская Гренада. Я думаю, там ничего такого подобного не будет. Возможно, я ошибся. Возможно, я где-то не там смотрел. Но вот видите, только одно место было несколько похоже. Ну а тут фрагмент из ролика. Что могу сказать? Ну там явно у нас сточная такая канавка. Я бы сказал, это ливневка большая. Она под всем городом идет, по всему Лазарьскому. Есть такая же вот в районе парка. Есть в районе улицы Социалистической. Да. После дождя я не скажу, что там течет, как говорится, божья роса. Нет. Там вся пыль, грязь с улиц стекает. Стекает, соответственно, сами понимаете по ним. Что касается канализации, сказать ничего вам не могу. Сам свидетелем не был, но как бы оснований не доверять нету. Судя по цвету, там что-то было такое. Возможно, что-то такое случилось. Бывают всякие недобросовестные собственники жилья, у которых есть такие вот выгребные ямы. Не исключаю. В этой жизни я ничего не исключаю. Ну вот сам я прошелся, сами видели, маршрут мой вдоль моря вместе с вами. Вот что видел я, то видели и вы. Знаю одно, мне просто что-то уже жарко. Вот ближайший вот этот вот, так сказать, ручеек, вон там он, ближе к Сан-Марине, к Каплочке. Почему-то зря вы к Воджелу-то? Ой, зря вы сюда пошли к вокзалу. обратно вам возвращаться. Ага, объясняет, объясняет просто социалистическую. С чемоданчиками такие. Ну что, ребят, не знаю, стоит ли продолжать этот ролик, хотя, может, и стоит показать вам вот такую вот красоту Сан-Марина. Что-то тут делают, фонарики меняют, красоту делают. Дедушка с бамбуком этот может и по хребту, если что, гореть. Кладовок в этом, какие-то колдовки в этом доме. Продажи квартир, пожалуйста, кому надо. номер телефона 8-9-8-8-4-7-1-0-0-52. Ну, при условии, что вы, ну, как минимум, ну, не мультимиллионер, конечно, но так вот, десяток другой миллионов имеете лишних, соответственно. Ну что, ребят, вот я пытался, найти это место. Если вы сможете мне подсказать более детально, то подскажите. Здесь на сей момент я только вижу вот только одно место, которое несколько похоже или может быть похоже вот прям под вот этим вот кафе. Ну, как вы понимаете, под канализационным люком вряд ли будет люди делали кафе. Тут вы просто с запахом никто не остался, вот сами понимаете. Вот. Мои мысли, мысли выслышали. Насколько я знаю, я точно знаю, что в Лазовской есть канализация. Я бы сказал даже более того, что на территории побережья, во всяком случае в нашем районе, она есть в Лазовской. Вот. Так что, если можете, подсказывайте. Проверим. Только, пожалуйста, сориентируйте на местности, чтобы такие вот прогулки пустую не получались. А то что-то жарко ходить. Несмотря на то, что тучки такие вот серенькие уже, а все равно жарко. Всем пока, пойду телефон заряжать, а то что у нас стрим, а он у меня разряженный.